МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте. Смотрите выпуски. Дракончики загорелись. В чем причина пожара на аттракционе в Барнаульском парке Орликино? Второе зарядье или ресторан? Есть ли шанс у особняка Пасхотина в Барнауле получить новую жизнь? Ну, очень много, что ищут божьи коровки в краевой столице. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первым загорелся мотор на аттракционе «Дракончики». Экспертам еще предстоит выяснить основную причину пожара в парке Орликино. Напомним, он начался сегодня в половине первого. Посетителей и жителей Ленинского района напугал густой черный дым. По словам очевидцев, пожарные справились с огнем за 15 минут. Дарья Эйдемиллер продолжит. Вот он, вот этот двигатель, который приводит в действие масляный насос, который поднимает аттракцион. А вращающий двигатель, ничего с ним не случилось. Директор парка с досадой рассказывает, что один из двух моторов стал причиной сегодняшнего пожара. Когда один из них загорелся, на аттракционе, к счастью, уже никого не было. Смотрите, что происходит в парке Орликино, на аттракционе, к которому мы только что катались. Только остановились и слезли. Смотрите, горит. С аттракциона люди вышли, пошли и сказали, что аттракцион загорел, задымился и все. После чего начали все тушить. Много людей было сегодня? Нет. Ну, увидели, что начался гореть и все. Потом уже народ собрался, вызвали пожарных. Долго горело? Ну, минут 10-15. Сильно пострадали Белоснежка и Гномы. Именно из-за них в небе над Барнаулом было черно от дыма. Администрация парка говорит, что потери аттракциона ощутимо ударят по их карману. Потери для нас существенные. То есть это выход самого топового аттракциона из строя. Дальше по суммам я вас не могу сориентировать. Сотрудники МЧС предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание. Сейчас в парке снимают видео с камер наблюдения. Механики устанавливают причины неисправности. На помощь пригласят так называемых авторов механизма. Нарина Миллер, Николай Шелко. День с толком. Сегодня должны избрать меру пресечения для водителя, который сбил мальчика на пешеходном переходе у торгового центра «Огни». Речь идет об аресте. Напомним, ДТП произошло днем 15 сентября. По словам очевидцев, мальчик переходил пешеходный переход. Машина на первой полосе его пропустила, но автомобиль на второй ехал очень быстро и сбил ребенка. Предположительно, скорость авто составляла 90 км в час. В этом уверен еще один свидетель ДТП. От удара мальчик пролетел больше 10 метров. Ребенок перенес несколько операций. Сейчас он в медикаментозной коме, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Со слов медиков, сердце мальчика работает плохо, но прогнозов никто не дает. Между тем, друзья семьи обеспокоены честностью расследования. Скорее всего, не вот этот вот, как его Олег, по-моему, был за рулем, скорее всего, не он, а просто он взял на себя. От посредительствования на наркотическое опьянение он отказался. На месте ДТП он не остался. То есть он взял ребенка и уехал. Его нашли уже там где-то в закутке. Откуда там из машины вышло три нерусских человека, а в Кавказской национальности. Соответственно, потом уже появился там Олег. К ребенку он не подошел. Он там скакал, прыгал вокруг своей машины с словами, что извините, теперь сидите. Дорожники приступили к расширению шоссе Ленточный Бор в районе улицы Кутузова. Новая четырехполосная дорога поможет разгрузить город от пробок, но на ее реконструкцию в рамках краевой программы направили 290 миллионов рублей. Барнаульцы дорогу ждут с нетерпением. Здесь часто пробки на этом месте? Ну, на данный момент да. А когда будет четырехполосная, наверное, разгрузится сильно. А когда будет? Ну, не скажу. Даже в полдень на объездной огромный поток машин. А в час пик здесь просто транспортный коллапс. Водители пытаются объехать пробки в центре и вновь в них попадают. Но с новенькой четырехполосной дорогой, которую уже начали расширять, проблема частично решится. Автомобилисты обеими руками за строительство. Удобнее ездить, особенно в часы пик и в воскресенье вечером. Как бы для нашей работы в такси. То самое то будет расширение. Реконструкция участка шоссе «Ленточный Бор» длиной 800 метров от улицы Кутузова до моста через Барнаулку рассчитана на два года. Сейчас дорожники снимают растительный слой грунта и приступают к расширению земляного полотна в каждую из сторон. Укладывать асфальт будут уже в следующем году. Также предусмотрены проектом устройство автобусных остановок с переходно-скоростными полосами. Это тоже повысит безопасность дорожного движения. Устройство барьерного ограждения и освещение на всем участке. При расширении дороги не обойтись без жертв. Некоторые зеленые насаждения придется вырубить. В зону рубки попадают хвойные деревья и клёны. Пока неизвестно, сколько именно деревьев придется принести в жертву четырехполосному комфорту. Вопрос сейчас как раз решается. Не без участия специалистов лесного хозяйства. Валентина Аскирова, Илья Халяпин. День с толком. Продолжим выпуск. На самом большом льняном поле России в Алтайском крае заканчивают уборку. Главный сельхозпроизводитель этой культуры отмечает почти двойной рост урожайности по сравнению с прошлым годом. Прошлый год был неудачный. И мы получили где-то 0,8-1 тонна волокна с гектара. В этом году, надеемся, полторы-две тонны. Нет, не могу. Нет, не порвать. Лен очень прочный. Поэтому качество, мне кажется, будет хорошее. Прочная структура – одно из главных качеств льна долгунца. Его выращивают для семян и будущего волокна. В этом году бийский сельхозпроизводитель засеял им почти 3000 гектаров. Это рекорд края России. Сейчас здесь идет уборка. Почти 2000 гектаров еще необходимо собрать. Одновременно рабочие пытаются сразу же прессовать лен, но рук не хватает. Поле слишком большое. Лен вымахал под метр ростом, при том, что часть посеев испорчена сильными летними дождями. В целом же в компании рассчитывают собрать в этом году хороший урожай. Прессованный лен затем отправят на переработку в Костромо, где из него уже будут изготавливать ткани для российской легкой промышленности. А наш корреспондент Илья Кочетков выяснял сегодня, насколько велики шансы особняка купца Паскотинова в Барнауле, чтобы он не только сохранился, но и получил новую жизнь. Нам стало известно, что Краевое управление по охране объектов культурного наследия намерено через суд заставить владельца особняка выполнить реставрацию этого исторического здания. Других средств сохранить памятник, уверены, в ведомстве просто нет. Анатолий Овчинников – барнаульский бизнесмен редкого профиля. Он занимается исторической недвижимостью. Два года назад, несмотря на сомнения коллег, облагородил историческое здание на Льва Толстого и сделал его доходным. Сейчас занимается еще одним памятником. Глядя на развалины дома Паскотинова, видит не проблему, а скорее возможность. У меня давно руки чешутся. В городе нет хорошего гостиничного комплекса, именно с историей, с архитектурными такими решениями, с отсылом на прошлое. Хороший мини-отель с хорошей атмосферой, с хорошим номерным фондом. С точки зрения логистики мы находимся в двух шагах от центральной нашей улицы, проспекта Ленина. И туристы, как бизнес-туристы, так и просто туристы, приезжающие в город, я думаю, бы рассмотрели варианты размещения. Правда говорит, на одну только реконструкцию придется потратить не один десяток миллионов рублей. Настолько плачевно состояние дома. Его опасения разделяют и многие другие барнаульцы. Горожане даже провели в соцсетях своего рода флешмоб, предлагая самые разные варианты для реновации строения. Среди вариантов, которые предлагали барнаульцы, были и довольно экзотические. Например, разбить здесь, во дворе, сад. Дескать, и так все заросло, и вкладываться сильно даже не придется. Это было бы даже забавно, если бы не было настолько грустно. Как нам пояснили в Алтае охранкультуре, у особняка два собственника. Малая часть принадлежит одному барнаульскому бизнесмену. Большая – росимуществу, то есть фактически государству. В прошлом году охранкультура обязала собственников начать реставрацию здания. Но эффект нулевой. Никаких мер собственник не предпринял, и поэтому было принято решение обратиться в суд уже непосредственно с иском о понуждении собственника к исполнению мероприятий, которые бы способствовали сохранению объекта культурного наследия. Или на первом этапе, по крайней мере, остановили его разрушение. Краевые чиновники надеются, что судебный процесс поможет хотя бы остановить разрушение памятника. Архитектор Александр Деринк уверен, чтобы это и другие исторические здания стали привлекательны для инвесторов, нужна добрая воля, прежде всего, городских властей. То, как это происходит, например, в таких сибирских городах, как Иркутск, Красноярск, Томск. Там у них есть программа, там создали программу, которая участвует и город, и городские власти, и областные. То есть там, в общем-то, это все работает на какой-то хороший результат. То есть там есть программы и видны горизонты там. То есть для людей, для бизнеса понятно, да, они себя там видят, поэтому они участвуют в этом, а здесь они не видят себя. Пока ситуация в Барнауле не изменилась, уверен он, необходимо продолжать привлекать внимание общества к проблеме разрушения памятников. И надеяться, что появится богатый и отчаянный инвестор, который на свой страх и риск возьмется подарить тому же дому Паскотинова вторую жизнь. Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком. А у театра «Кукол-сказка» новая жизнь начнется уже абсолютно точно. И произойдет это, когда сдадут в эксплуатацию строящиеся здания театра. Обещают это случиться к концу года. Возможно, строители успеют ко всероссийскому фестивалю «Зазеркалье». Наш театр «Кукол» принимает его в начале ноября. И в списке площадок значится строящийся объект. Изначально завершить стройку здесь планировали в конце июня. Но, как нам пояснил представитель единого строя заказчика «Края», сроки сдвинулись из-за проектных изменений, а именно в театре на треть увеличили количество розеток. В ходе исполнения государственного контракта представителями театра были внесены изменения в проектную документацию в части дополнительного оборудования, установки дополнительных розеток. Это установка видеоэкрана. И возросли мощности по оборудованию в плане светового оборудования. Кроме того, пояснил специалист, тормозили работы сильные морозы и строительство ливневой канализации. Добавлю, что сроки сдачи объекта переносили уже два раза. Сначала в графике значился июнь, затем сентябрь, а теперь уже конец года. Сейчас на объекте ведут наружную и внутреннюю отделку прокладывают инженерные сети. Божьи коровки в Барнауле ищут горы. Так объяснил нашествие этих насекомых на краевую столицу орнитолог Алексей Эбель. Обычно именно в скалистой местности, по его словам, божьи коровки находят места для зимовки. В социальных сетях популярность набирает это видео. На кадрах божьи коровки буквально облепили стены домов на пересечении улицы Путиловской с Комсомольским проспектом. Горожане пишут, что наблюдают насекомых в квартирах и на балконах. Причем обязательно с солнечной стороны. А их просто было куча прям. Летали, летали, садились на нас. Я сначала стряхивала, а потом думала, что хорошие, милые. Не укусили? Укусила одна. Да, серьезно. Укусила одна. Вольно? Ну, неприятно, как бы, да. Как комарик, наверное. Но только одна такая попала. Коровки-орлики, а именно так называют этих насекомых, хищники. Но вреда человеку принести не могут. Исторически они обитают в горах. Алексей Эбель объяснил, что наши многоэтажки для жучков – это скалы, в которых они ищут место для зимовки. Осенью божьих коровок всегда много. Но в этом году их даже не очень-то много. Вот бывают годы, когда их гораздо больше. И вот, скажем, в тех же предгорных районах в это время, как бы, многие скалы просто буквально облеплены ими. Какие-то вот ниши там, где они зимуют тысячами буквально. А в этом году, ну, по крайней мере, пока их не так много ползает. А между тем, бийский кот на массе стал известен на всю страну. 12-летний Степан популярен в соцсетях, а сюжет о его кошачьей жизни недавно вышел на одном из федеральных каналов. Кто же хозяин Степы и почему у него такие формы, расскажем в сюжете. Степа, Степа, иди рыбку на, иди рыбочку возьми. Хороший мой Степа, иди. Степан Вальяжный идет за любимым лакомством – рыбкой. Весит такой бочоночек – 20 килограммов. 81-летняя хозяйка уже не может поднять своего питомца. Вместе они живут душа в душу 12 лет. Валентина Селищева говорит, что не перекармливает Степу. Причина лишнего веса – коварная генетика. Это такой его, как отец был такой большой. А в общем, я кормлю всех одинаково. Эти у меня маленькие, кысочки обыкновенные. А эта порода такая у меня две – Степа и Лиза. Очень большие, крупные, тяжелые. А едят они очень мало. Если вот пачечку такую вот, они на двоих. Лиза и Степа на двоих пачечку одну мало едят. Хозяйка говорит, что Степан невероятно добрый и ласковый. Его аппетитные формы обожает весь двор. Его узнают. Люди идут и просят меня Степу нам то к окошку, то погладить. С детьми идут. Все знают тут, все его просят, чтобы вывезти. Пушистые телеса Степана недавно увидела вся страна. Сюжет о бийском коте показали на федеральном канале. Теперь он герой мемов в соцсетях и гордость двора. Но кажется, Степу больше интересует рыбка, чем все это внимание. Кстати, рыбка он уже доела, значит, можно возвращаться домой. Ирина Корчагина, Евгений Андреев. День с толком.